Наиболее вероятное место, где может встретиться это имущество – пункты приема цветных металлов. Сюда и направилась рейдовая группа в ее составе сотрудники администрации и правоохранители. Проверяются лица, сдающие металлолом. О том, что с улиц города стали исчезать ливневые решетки и чугунные люки, здесь теперь тоже знают. К лицам, допустившим прием, будут приниматься меры административного воздействия, вплоть до лишения лицензии по приему металла. Также будут взяты под контроль пути вывоза за пределы города металла и вплоть до разгрузки автотранспортных средств на посту ГИБДД. На кражу люков и ливневых решеток жалуются жители с улиц Темирязева, Севастопольской и Бытха. Подобные претензии принимаются по телефону 2-33-66-05. Это оперативно-диспетчерская служба предприятия «Водосток». Силами нашего предприятия произведена замена ливневых решеток на улице Темирязева, Севастопольская. Также продолжаем изготавливать за счет собственных средств и устанавливать решетки в других районах города. В городе усилен контроль за муниципальными дорогами. Ведь кража люков – это не только убыток для бюджета коммунального предприятия, но и фактор риска для водителей. Не всегда можно вовремя заметить дыру на трассе. Поэтому, отмечают члены рейдовой группы, сочинцам не стоит проявлять равнодушие. Отсутствие люка или решетки – это серьезная опасность не только для транспортного средства, но и для пешехода, особенно в неосвещенном месте. Продолжение следует...